Как же избежать неприятностей на допросе в рамках уголовного политического дела? Если подозреваемые и обвиняемые могут отказаться от дачи показаний и им за это ничего не будет, то свидетель несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Именно поэтому советский диссидент Владимир Альбрид придумал систему самозащиты, которая называется ПЛОД. Это аббревиатура. Протокол, личное отношение к делу и допустимость. Но часто бывает на допросе, что допросу предшествует какая-то неформальная беседа со стороны следователя. Как же избежать этой неформальной беседы? Нужно просто-напросто попросить следователя расписаться задачей у заведомо ложных показаний. А поскольку это можно сделать только в протоколе допроса, то вы своего добились. Помните, наша задача, чтобы следователь соблюдал уголовно-процессуальный кодекс. Система самозащиты ПЛОД – это своеобразная сита, через которой просеиваются вопросы следователя. Так вот, первая сита – это протокол. Существует очень много неудобных вопросов, ответ на которые годится один. Его нужно произнести не спеша и максимально вежливо. Занесите, пожалуйста, ваш вопрос в протокол, и я на него отвечу. Если следователь не заносит вопрос в протокол, то вы не обязаны на него отвечать. Так работает сита П. Например, уголовно-процессуальный кодекс запрещает наводящие вопросы. Это вопрос, в котором уже заранее содержится ответ. Так вот, если следователь вдруг запишет в протокол наводящий вопрос, то ответ может быть следующий. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, поскольку он наводящий. Если следователь как-то угрожает вам скрыто или явно, то нужно тоже попросить занести этот вопрос в протокол. Если вдруг следователь додумается занести этот вопрос в протокол, то ответ может быть следующий. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, поскольку законодательство прямо запрещает угрозы и какое-либо насилие в отношении свидетеля. Следующая сита – это сита Л. Оно работает тогда, когда вас из разряда свидетеля могут перевести в разряд подозреваемого. И здесь свидетеля защищает статья 27 Конституции. Она гласит, никто не должен принуждаться к даче показаний против самого себя, члена своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. Кто же такие близкие родственники? Объясню вам по-простому. Это два колена вверх – родители, деды, бабки. Два колена вниз – дети, внуки. Колено в сторону – это супруг супруга, брат, сестра. Кто же такие члены семьи? Это близкие родственники, иные родственники и иные лица, проживающие совместно и ведущие с вами совместное хозяйство. Так вот, как эта сита работает? Если ответ повредит лично вам, вашему близкому родственнику или члену семьи, то вы вправе отказаться отвечать на этот вопрос. Следующая сита – это сита О – отношение к делу. Оно очень просто работает. Если следователь задает вопрос, не имеющий отношения к делу, то на него можно не отвечать. Уголовно-процессуальный кодекс нам четко говорит, что если допрашиваемый говорит об обстоятельствах, явно не относящихся к уголовному делу, то ему должно быть на это указано. То есть сам закон говорит нам о том, что нужно отвечать на вопросы, только имеющие отношение к делу. Есть ли смысл отвечать на сторонние вопросы? Например, следователь спрашивает о принадлежности вас к какой-либо политической партии или к общественному объединению. Хотя дело о массовых беспорядках. Считаю, что этот вопрос не имеет отношения к делу. К тому же он лежит в плоскости личная. Последняя сита – это сита Д – допустимость. Это сита о том, допустимо ли с точки зрения вашей морали и этики отвечать на тот или иной вопрос. Например, лично для меня недопустима ложь. Недопустимо отвечать на вопросы о личной жизни друзей, знакомых и вообще кого-либо. Недопустимо отвечать на вопрос, суть которого мне непонятна. И любой вопрос в данной плоскости застрянет в предыдущих ситах. В сите протокол – личное отношение к делу. Вот таким образом работает система самозащиты плод от Владимира Альбрихта.